добрый день дамы и господа всем привет от диты солнечной канады сегодня мы с вами отправляемся в магазин коз это не магазин куда я часто хожу но тем не менее вот решила заглянуть сначала посмотрим на витрины витрины меня как-то особенно ничем не поразили очень такие какие-то однообразные скучные ну в принципе это такая стилистика магазина коз в нем нету каких-то таких изысков и цветных цветовых изысков так скажем вот это вот странная конструкция на витрине поразило мое воображение совершенно непонятно к чему она и что он там делает начнем мы с бижутерии наверное ну в общем это было первыми первый угол так сказать конор куда куда я направилась это цел распродажи в магазине коз до сих пор очень много товаров на распродаже ну и вот и начнем с бижутерии легкая так сказать артиллерии цены как вы видите такие не очень маленькие но и не очень большие в принципе вполне affordable как это у нас называется то есть вполне можно себе это позволить особенно если вещь на селе но вот эта цепочка с кулоном который мне очень понравилось стоило довольно дорого 125 долларов я думаю что это серебро и видимо натуральный жемчуг иначе совершенно непонятно и необъяснимо это цена было много аксессуаров для волос различных заколок и вот какие-то пластиковые браслеты такие массивные довольно странной формы я думаю они остались на селе они распроданы вот виду так сказать своей странной формы довольно тяжелые не очень удобные я вообще к браслетам отношусь так не очень хорошо редко их ношу особенно когда они тяжелые неудобные ну неважно перейдем к к одежде тоже значит это тоже распродажа вот эта юбка мне очень понравилось действительно очень понравилось цена была вполне такая не смертельная не страшная фасон красивая она по-моему из хлопка интересный такой знаете интересный дизайн и очень удивил меня подборка свитеров на распродаже своей разноцветностью потому что я насколько знаю магазин коз отличается тем что он очень минималистичные цвета и дизайн имеет и вот такие вот такой вот разноцветие невероятно и меня удивило очень красиво был лиловый свитер сиреневый а вот этот неплохой такой белый в синюю такую тоненькую полосочку такой вывязанный как бы неровная неровная вязка такая фактурная запал мне этот свитер в душу сиреневый посмотрела его состав состав кстати хороший там альпака шерсть немножко нейлона но в принципе хороший хороший состав и вот ярко-красные свитера потом такой горчичный свитер с карманами ну удивило меня это разноцветие и еще удивило меня то что в принципе ведь зима на носу а у них как будто бы на распродаже зимняя коллекция то есть по идее распродажи должны быть летние вещи а у них вот как-то в общем-то свитера что странно и удивительно причем распродаж довольно большая 50 процентов это не то что только-только началось допустим что если они распродают летние зимние вернее вещи каким-то специальным ценам а это в общем довольно большая большой сел 50 процентов это значит что вещи действительно лето остались свитера странно но неважно вот этот свитер мне понравился кстати тоже интересная фактура интересные цвета ведь так рукав вывязан другой вязкой и голубой с белым с бежевым очень красиво сочетание он был в еще одном цвете такому салатовым бежевым и белым тоже красивый ну а вот это уже более так сказать понятные для летней распродажи вещи но вот это кстати нет вот это тоже теплое платье в общем довольно зимний я бы сказала фасон может быть это осенняя коллекция на распродаже я не знаю дело в том что я удивилась потому что во всех абсолютно магазинах уже летние коллекции распроданы очень давно а вот в гос до сих пор продаются летние вещи но вот как вы видите вот это например платье она по-моему зеленая сделана интересный интересный цвет красивый такой не яркий но приглушенный голубой на пуговицах скрытых и такое широкое платье вот это мне очень понравилось ну просто очень понравилось это платье тоже очень характерная для коса по моему расцветка очень такая цветная разноцветная но красивые цвета но это как бы не для моей фигуры моя фигура не позволяет носить такие облегающие трикотажные вязаные платья но девочкам худеньким и стройным тоненьким по моему очень очень бы это подошло действительно красивая расцветка не яркая но в то же время такая красивая кожная сумка вот была на селе такая сумка мешок черная базовая очень практичная по моему на любой на любой случай жизни подойдет это платье тоже летние оно было на 30 процентной скидке не очень большой и вот это тоже еще одно летнее платье тоже такого же светло-голубого цвета очень похожего фасона на предыдущие голубое платье какой-то замочек сверху вырез интересный такой со сборкой по-моему тоже из хлопка сделано и в принципе ну приятно такое платье хорошая симпатичная на лет хорошо подойдет на любую погоду на жару по моему вполне вполне неплохо и по цвету и по качеству ну и вот какой-то тоже странное платье для меня для коса тем что она сделана из какой-то ужасно прям такой синтетики уже даже здесь в магазине она висела и все было в затяжках можете представить что будет с ним приноски попадаются конечно разные вещи что тут скажешь вот тоже яркое красивое яркое розовое платье тоже видимо из летней коллекции и еще одно летнее платье интересные расцветки смотрите правда такой необычный тоже приглушенные цвета ну красивые цвета вот не дает мне не дала мне покоя эта юбка я ее даже решила приложить к себе примерочные кстати были закрыты к моему величайшему сожалению так что образов сегодня не будет а будет только обзор так вот приложила я к себе эту юбку очень она мне понравилась остановила от покупки меня вот это вот сборка на талии она не всегда хорошо выглядит не на всей не на любой фигуре так скажем ну это уже новая коллекция бижутерии посмотрите какие интересные вещи ну просто очень такие нестандартные минималистичные но очень нестандартные и очень мне понравилось вот это вот сочетание очень простое как бы черное с белым базовое легко так сказать просится прямо вот одеть черное с белым но красиво это выглядело это была белая рубашка и черное пальто такое тонкое накинуто сверху очень красивое вот это синее было пальто и было были пуховики разных цветов на вид он очень длинный и такой немаленький знаете но в общем это хорошо понравилось мне вот это вот я даже не знаю пиджачок или кофта на замке она такая немножко напоминала шанель даже уж не знаю чем карманами наверное и еще был очень очень красивый синего цвета прямо такого знаете и васильковый цвет свитер с коротким рукавом и вот это очень-очень интересное геометричное платье я даже не знаю почему я так назвала но выглядит она как будто она скроена знаете из одного такого куска вырезана и вот прям так сшито интересное сочетание фасон с тканью ткань такая плотная в общем понравилось мне это платье были бы примерочные открыты я обязательно бы его померила много было фактурных таких вещей вот видите из из фактурных тканей трикотаж фактурный там был шарф такой бежевый и вот этот свитер синий тоненький такой полупрозрачный но интересный вот это платье многие блогеры показывали его оно необычное интересное красивое интересная расцветка очень интересный фасон тоже с удовольствием померила его если бы было бы где и была бы возможность и рядом висела с ним вот прямо просилась рядом вместе их надеть вот это платье и такое молочного цвета пальто без ворота шерстяное очень красивая прямого силуэта очень красивое пальто интересно посмотрела вместе с этим платьем хотела вам показать еще вот это платье ну на мой взгляд очень необычное интересное знаете именно вот выделкой своей фактуры синее платье с какой-то аппликации из таких ниток или это нашита или это как-то вывязано я даже не знаю платье трикотажное но в общем понравилось оно мне необычное красивое платье я бы тоже с удовольствием его примерила и рядом с ними тут с ним висела вот такое вот синее пальто который бы очень хорошо смотрелся вместе с этим платьем вот я даже при приложила как бы вместе я считаю что платье это с коротким рукавом но если сверху надеть вот это сине укороченное пальто и из под него видно было бы подул так сказать не с платьем если вы не застегивать пальто носить его расстегнутым чтобы видно было под ним вот это платье мне кажется что вместе бы это выглядело бы очень красиво в косе продаются кстати носки я не знала об этом будем знать на будущее было много очень базовых вещей вот такая вот вроде как толстовка не толстовка похоже из ткани толстовки синего красивого тоже цвет приложила я к себе понравился мне очень этот цвет и такой минималистичный фасон понравилось мне опять же вот это трикотажное платье но опять же не на мою фигуру мне если носить трикотажные вещи юбки платья то они должны быть такие со сборкой на талии расклешенные потому что у меня животик и вот это вот все весь этот трикотаж обтягивает все выпуклости не совсем фигура должна быть идеально для таких платьей и вот этот кардиган за 250 долларов я так понимаю что он из кашемира вернее я потом проверил он действительно стопроцентный кашемир обычный такой на вид кардиган очень приятный на ощупь и 250 долларов понятно что это кашемир кожаное платье тоже потрясающие красоты вот я даже не поняла это платье или это как будто бы плащ но принципе наверное конечно платье но я думаю что если его расстегнуть она в принципе на пуговицах то его вполне можно было носить как верхнюю одежду это натуральная кожа очень хорошей выделки красивая и приятная такой на ощупь ну как настоящая кожа очень такая тонкая лайковая сумок было много сумки тоже такие базовые кожаные сумки вот была зеленая и черная в форме такого мешка войске сетки видимо то есть не видим а сейчас это очень модно и я понимаю так что я нахожусь в отделе где продаются вещи более дорогие здесь вещи кашемировые шерстяные довольно недешевые потому что вот хорошего качества и хороших тканей так сказать выглядит очень благородно базово но при этом выглядит дорого выглядит красиво и знаете вот видно что это вещь которая стоит недешево в том числе вот это вот тоже белое не не белое она более такой молочную света слоновой кости я бы сказала пальто тоже очень хороший состав у него в нем шерсть вискоза немножко полиамид красивое такое пальто халат на поясе и рядом висели очень странные необычные украшения такие просто из ткани как будто бы проволока обтянута тканью видимо не очень дешевые 70 долларов стоит такая вот такое ожерелье и вот серьги серьги кстати разные ведь они одна серьга 1 формы одной и 2 серега другой формы ну в общем асимметрия ну и шляпы конечно шляпы это даже не шляпы это конечно панамочки такие то что сейчас очень модно вот такие вот шляпа абажур шляпа панамка на зиму стоит она 80 долларов я конечно не удержалась бы ее примерила хотя в общем нам нужно ходить в масках но я так немножко стянула ее себя чтобы посмотреть на себя забыла что у меня губы не накрашены под маской но не важно вы меня узнаете даже с ненакрашенными губами я надеюсь мои дорогие зрители мне понравились они кстати эти панамки совсем неплохо выглядят не знаю я даже была приятно удивлена мне кажется что они довольно симпатичные выглядят ну вот и все такой у нас получился обзор надеюсь что вам понравилось надеюсь что вам было интересно всех люблю целую увидимся в моем следующем видео буду вам благодарна за лайки за подписку на мой канал всего доброго люблю целую пока пока бай